В сегодняшнем выпуске рассмотрим медвежий паттерн Diamond Tops. Посмотрим на то, как снизился хешейт сети блокчейна биткоина, доходность майнинга, как поднялись комиссии за транзакции в сети и вспомним про петлю смерти и чем она может грозить биткоину. И самая мощная новость для фундаментального анализа биткоина на сегодня это то, что Джером Пауэлл, председатель управляющего совета Федеральной резервной системы в открытую заявил, что они могут безлимитно печатать доллары. Обо всем этом и многом другом в сегодняшнем выпуске. Если вам все это интересно, тогда приятного просмотра. Привет, Эдуард, на связи. И как обычно, начнем с биткоин-обзора. И здесь у нас на 4-х часовом таймфрейме образовался медвежий паттерн, который называется Diamond Tops из энциклопедии паттернов Булковского. Давайте рассмотрим характеристики этого паттерна. Его образованию должно предшествовать восходящее движение, которое впоследствии будет сопровождаться восходящими вершинами, как здесь в первой части этого паттерна, и нисходящими впадинами. Во второй части этого паттерна, то есть правого края, вершины должны стать нисходящими, а впадины становятся менее глубокими. Таким образом, линии тренда должны образовывать некую фигуру ромба, которая напоминает бриллиант. Также здесь указано, что не стоит переживать, если ценовые столбики, бары будут выходить за пределы этой фигуры. То есть это вполне нормально. Плюс ко всему здесь указано, что объем чаще всего должен быть нисходящий, но мы видим в данной ситуации, что у нас в первой части графика объем восходящий, во второй имеет нисходящую тенденцию. Статистические данные по данному паттерну указывают, что в 57% случаев он имеет выход в сторону снижения стоимости, то есть 57% в сторону понижения и 43% вероятности в сторону повышения. Таким образом, паттерн Diamond Bottom является медвежьим паттерном. И цена биткоина должна выйти из этого паттерна вплоть до 20 мая, но скорее всего это произойдет немного раньше, возможно даже уже сегодня или завтра. Теперь давайте определим, какие цели есть по выходу из данного паттерна. В первую очередь рассмотрим наиболее благоприятный для нас сценарий. Это в случае, если данный паттерн будет пробит в сторону повышения. Для этого нам необходимо взять самую верхнюю точку данного паттерна и самую нижнюю его точку и прочертить прямую линию. Таким образом, отмерив данное расстояние, нам необходимо его прикрепить к точке потенциального выхода. Допустим, это произойдет здесь. Таким образом, цели по данному паттерну у нас составляют примерно 11 600 долларов. В случае же выхода цен биткоина из данного паттерна в сторону снижения, цены находятся на уровне основания, то есть начала данного паттерна с момента его роста и вхождения в данную фигуру, то есть на уровне 7 700 долларов. В качестве альтернативного варианта поиска целей во время снижения цен по данному паттерну также можно рассмотреть, если мы берем тот же участок от вершины до основания и проводим его от места предполагаемого прорыва. Как видим, если это произойдет сейчас, то цели примерно будут одинаковы, немного выше, чем если по предыдущему варианту, то есть не 7 700, а около 7 800, 7 900 долларов. И вашему вниманию я предлагаю посмотреть следующее видео с участием Джерома Пауэлла, председателя Управляющего Совета Федеральной Резервной Системы. Это должно быть первое. в истории Федерального Резерва открытое заявление, что они могут печатать деньги в том количестве, в котором им необходимо. И это, друзья, ключевой фундаментальный фактор. Я не устану напоминать, что биткоин по сути создавался как раз таки из-за этой неправильной, ну неправильной с точки зрения морали монетарной политики, когда кто-то должен деньги зарабатывать, в то же время кто-то может эти деньги просто печатать. И биткоин начал создаваться как раз таки во времена кризиса 2008 года. Как раз таки, чтобы противостоять этой системе, или точнее даже не то, чтобы противостоять, а чтобы у людей была возможность выйти за рамки игры, правилам которой приходится подчиняться каждому человеку на планете. И по сути, это заявление от Джерома Пауэлла, я хочу вам сказать, что Совет Управляющий Федеральной Резервной Системы США, это должны быть самые влиятельные люди в мире, и вот он является председателем этого Совета. И вот это заявление, по сути, говорит нам о том, что к нам приближается гиперинфляция. И я хочу напомнить, что доллар США, это резервная мировая валюта. На нем завязана абсолютно вся мировая торговля, международная торговля. Любые операции на внешнем рынке совершаются только с помощью доллара. Если доллар постигнет гиперинфляция, то так как все мировые валюты, всех центробанков мира построены на долларе, эта гиперинфляция автоматически настигнет абсолютно все мировые валюты. И в конечном итоге все это может привести к очень плачевным последствиям в мирового масштаба, именно в экономическом плане. И биткоин в данной ситуации является спасительной гаванью, где можно переждать все эти невзгоды и даже приумножить свое состояние, приумножить свою покупательную способность. Подумайте сами, биткоин это действительно уникальнейший актив, которого человечество не видело и не знало никогда прежде. И вот он сейчас, появившись 10 лет назад, чуть более 10 лет назад, завоевывает внимание людей по всему миру. И как только люди почувствуют ценность, настоящую ценность этого актива, этого без преувеличения цифрового золота, они начнут прятаться в нем, прятать свои деньги, прятать свой труд, который они заработали, обменяли на эти резанные бумажки. Это просто бумага в вашем кошельке, а в нынешнем понимании это просто единицы и нули, которые контролирует централизованная система в виде банковских систем, которая выступает монополистом в монетарной системе. И опять же, какие-то страны должны эти деньги зарабатывать, а какие-то их могут просто печатать. И США, и МВФ уже сами решают, кто достоин получить деньги, а кто не достоин. И обратите внимание, если кому интересно, поищите, погуглите страны с самым небольшим внешним долгом. И вы увидите, что страны, где этот долг минимален, это по сути страны третьего мира. И страны, где этот долг максимален, это процветающие страны. Ведь этот долг никто не собирается отдавать, а самое главное, его отдать попросту невозможно. Но это тема уже другого видео. А сейчас давайте напоследок обратим свое внимание на хешрейт в блокчейн-сети биткоина. И со 137 экзохэш он снизился на текущий момент до 86 экзохэш. Майнеры отключаются. В свое время это приводит к тому, что время добычи одного блока увеличивается, что в свою очередь снижает доходность халвинга. И сейчас один блок добывается в среднем чуть больше, чем за 14 минут. И это так называемая ситуация, когда может возникнуть петля смерти. То есть халвинг привел к тому, что награда майнерам за один добытый блок была снижена в два раза. Из 12,5 биткоинов была снижена до 6,25 биткоина. Но эту награду они должны получать раз в 10 минут. Но из-за того, что пересчет сложности майнинга биткоина происходит примерно раз в 2 недели, при условии скорости добычи блока раз в 10 минут, выходит, что сложность не успевает пересчитаться. И таким образом время добычи блока увеличивается. А раз уж увеличивается время добычи блока, значит награда майнерам в единицу времени уменьшается. И сейчас награда снизилась после халвинга не в два раза, а уже в три раза. И это в свою очередь может приводить к тому, что еще большее количество майнеров начинает отключаться. И чем большее количество майнеров будет отключаться, тем длиннее будет этот блок. И соответственно меньше будет рентабельность майнинга и меньше будет цели этот биткоин майнить. И таким образом это может привести к тому, что блок, где пересчет сложности будет произведен, может быть добыт очень-очень нескоро. Ведь при таком раскладе многие промышленные майнеры могут просто остановить свои машины, потому как затраты на электроэнергию гораздо выше прибыльности. И в таком случае останутся только какие-то криптоэнтузиасты. И если, скажем, мощность хешрейта упадет там в 10 раз, то придется ждать пересчета сложности уже не 2 недели, а гораздо дольше. Может быть недель 15. Ну то есть какую-то уже часть похода к этому пересчету сложности мы уже прошли, но еще есть впереди значительная часть. И сейчас, как мы видим, хешрейт падает. А из-за того, что время расчета одного блока увеличивается, соответственно уменьшается пропускная способность, уменьшается количество транзакций, которые могут быть проведены за единицу времени в сети блокчейна биткоина. И это, в свою очередь, повышает стоимость транзакции. Давайте посмотрим на цену комиссии в сети блокчейна биткоина. Итак, сейчас одна комиссия уже может обойтись вам более чем в 4 доллара. Хочу напомнить, что максимальная стоимость проведения одной транзакции в сети блокчейна биткоина была зафиксирована как раз-таки на самом пике стоимости биткоина, когда он доходил почти до 20 тысяч долларов. И тогда одна транзакция стоила 55 долларов в среднем. И это и называется петля смерти, когда биткоин может просто самоуничтожиться, когда транзакции в нем просто будут стоить басословных денег, добыча одного блока будет занимать огромное количество времени, транзакции станут очень медленными и, по сути, все в конечном итоге может просто зависнуть. И это, конечно же, ужасный сценарий. И, конечно же, я практически уверен, что этот сценарий не случится, но всегда есть слово «практически». А сейчас, друзья, пожалуйста, оцените это видео лайком или дизлайком и подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. Обязательно включите все уведомления, нажав на колокольчик, чтобы не пропускать ни одного видео на моем канале и не пропускать ни одно важное событие в мире криптовалют. Ну, а на этом у меня все. И я, как обычно, желаю вам жирного профита. До скорых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова